У меня есть брат, вы знаете. Я вам скидывал наши ресурсы? Конечно, скидываю. Мне стихи скидываю, мне они очень понравились. Душевные такие. Ага. Аж стройные. Вот так, чтобы лучше было видно. Мне хорошо видно? Да, хорошо видно. Хорошо сидишь нормально, все у тебя хорошо. Давай, какие у тебя вопросы или что? У меня есть вопросы. Давай. У меня есть брат. Артём, вы знаете его. Младше меня, на три года. Я... Ну, у нас такой принялся урок. Каждый день мы осадимся и читаем Библию. Слава Христу! Доброе дело. А он начал... В последнее время начал меня даже ударять. Значит, замолчи. Я не хочу это слышать. и мне такое кажется, что он... Ну, вы понимаете, да? Ну, да. Я хочу его, как говорится, вретувать. Ну, спасти от этого всего. Ну, ничего не сделаешь. Придется, значит, только молиться. Больше не настаивай. Иначе он может пахать сделать какой-нибудь. Вот такой он меня бьёт. Я его могу сейчас позвать. Ему сколько лет? Ему десять. Он уже взрослый. Ну, десять-то это не взрослый, это ещё совсем маленький. Десять-то лет сколько? А тебе тринадцать? Да. Ну, ладно, так. В общем, не трогай его. Самоголи, что я ему сказал. Говори, молись, и всё. Господь сам сделает. Это только будет ожесточаться больше. Это свободный выбор. Человек должен сделать. Ну, чтобы пакости не делал никаких. Сейчас, вот, смотрите. Сейчас, секунду. Заводи, сейчас, минуточку. Не хочет он. Ну, ладно, не хочет. Я вам свои ресурсы скидывал, какие у нас есть, YouTube. Да, конечно, скидывали. Ну, вот тогда там, смотрите. Давай сам укрепляйся. А за ближних или кто против, ну, дальше написано, любите врагов ваших. Мы по-другому не можем. Мы христиане. Вот так. Мы с тобой где встречались-то? В чат-рулетке не были? Нет. Не был. Ну, хорошо. Я вот сегодня зашёл в чат-рулетку, хотел посидеть. Там сколько, там грязи, как говорится. Ну, они там, видите, друг перед другом. Вот я когда бывает, они меня увидят. Они аж верещат, как крысы в клетке. Так я на одно видео зашёл, они пришли все орать. Это не то, что... Это просто некрасиво. Да нет, тут глубже дело. Потому что, если мы говорим слово Божие, он не принимает. Он язык высовывает против Бога. А Господь это живо расправится. Поэтому он ещё не знает, что за этим последует. Он будет искать причину в другом. Рядом старший брат и говорит, и он не слушает. Он нарушает сразу несколько заповедей. Старшего брата надо щитить. Он первенец. Вот так. А что он не захотел-то? Боится? Мы его не тронем. Пусть посидит маленько. Да, пошёл что-то. Давай. Ты, что мы разговариваем, Танил, ты всё правду говоришь? Нигде не обманываешь? Ничего? Так почему за таких вещей обманываешь? Ну да, потому что ложь от дьявола. Ты это помни. Евангелие от Иоанна 8,44. Дьявол говорит, лжится, а отец лжи. Ну, сейчас... Артём! Иди сюда! Вы слышите? Не идёт. Ну ладно, ладно. Ладно, я... Мы будем молиться. Ну, как вы в вашем видео сказали, что... Вот, даже мне не так написано. Самое главное, мы несем ответственность за таких людей. Мы просто скажем, мы должны сказать, перестань, и с наших грехов оно уйдёт. Если мы даже не сказали... То есть мы невиновны будем. Не наших грехов уйдёт, а Господь говорит, если ты предупреждал его, это из Икиля 3,18, а он не послушал, то его кровь на его голове. А если ты молчал, говорит, кровь его на твоей голове. Ну, просто... Это очень серьёзное дело. Обидно. Очень. Ну, всё, на эту тему... Всё, тема закрыта. Только знать будем. Больше к этому не возвращайся. Не надо. А то так это... Так. Какие ещё вопросы, когда читаешь Библию-то? Какие? Есть вопросы? Вот у меня... А, кстати, у меня есть друг. Так. И он мне сказал, что нет Бога. Ну, да. Реально. Вот как по Библии рассказано, сказал безумец, честно, что нет Бога. И вот так, прям так точно, точно он сам сказал. Это 3000 лет назад было сказано, скажите. 13-й, 52-й Псалом. Ну, всё, ты сказал ему. А раз Бога нет, скажи, ты молиться не будешь, когда беда какая будет. Господь говорит, ты отверг меня, и я отвергну тебя. И есть сказ. А там, сзади, слышу, ты что, дурачок сказал? Ну, сзади, партия. Мы сидим, такие вот, в школе. И вот, тот мальчик, который сказал, что нет Бога, сидит впереди. А сзади девочка, и говорит, ну, мальчик рассказал, ты что, дурачок? Да, безумец. Другого нет. Ты сам себе занимайся, с собой молись, никуда с товарищами не знайся, а то, сатана похитить верует, ещё хуже брата сделаешься. Чтобы этого не было. Его не судьи. Занимайся собой и молись. Чтобы он увидел в тебе большую перемену. И чтобы он... И если ещё есть такой вот, например, один, то, чтобы сейчас люди узнают, что этого точно будет. Вот, я вам сказала, ты, ну, однокласснику, ты лучше верни педлю. Ну, ты подумай о своей жизни и переосмысль её. Потому что, как сказать, время близко. мы должны каждый день готовиться, вот, говорят, завтра буду, а завтра, может быть, и не будет. Утро встанешь, это всё превратится, и то, что ты мог сделать сейчас, сегодня, это... Вот я Артёму говорю, Артём, давай сейчас посидим, размышляем. А он мне отвечает завтра, потом, сегодня вечером. И прям нереально я вижу, что это не Артём. Это совсем другой человек. Да, ну ладно, к этой теме, я сказал, не возвращаемся. Мы всё поняли, и нам Бог открыл. И мне Захар, Артём, о Захар, и говорит, что, я говорю, конец будет, конец света. А я возьму, сделаю бункер себе, там, сделаю, там, с дружбами бункер, мы туда зайдём, и может... Не надо его слова, это, Данил, не надо его слова повторять, не надо. Он глупости сказал, а может не сам, сатана через него, а мы повторять будем. Перекрестись, отойди, не говори больше ничего им. Написано, не бросай жемчуга перед свиньями, чтобы они не попрали тебя, не потоптали ногами. Один раз сказал, говорит, отвращайся после первого, второго разумления. Честно, я скажу себе, что поражаюсь, как так можно всю жизнь, всю жизнь посвятить, вот как вы, вы примеры этому посвятите. А когда читаете Библию, это что-то незнакомое, непонятное, встречается, давай такие вопросы по Писанию. Об них не будем говорить, потому что это грех один берём на душу. Да, сейчас, да, сейчас. Теперь я с вами положу, если что. Ну, давай, считай. Говори, какая книга, какой стих, и что там непонятно. Я сейчас хочу поговорить немножко. Если у вас есть время. Ну да, это, говорит так, что мы сказали, если вопросов нету, то больше не будем говорить, их не поминайте больше, это нехорошо будет. Их тут нету, позаглаза это осуждение. Вот. И звонить мне не чаще, чем один раз в месяц можно. И то сначала написать, могу принять или нет. Напиши сегодняше число, пометь. Пометь, 26-е. Значит, 26-го января напишешь у меня до этого ни писать, ни звонить. У меня порядок такой, это беспокоит меня. Вот так. Если сегодня ничего нету, то мы простимся. Видите как. Знаете, где мы живем? Нет. Крымой рог. Где? Кривой рог. Кривой рог? Да. Ну, это на юге. На юге. А область какая? Днепровитровская область. Так вы что, на Украине? Да. Там, где я вот общался с... Блин, забыл, забыл, как же зовут. Слово, блин, никогда не говори, выброси из тексикона. Это матершинники пытаются слова подменить. Да, этот... Ну, я понял, понял, да. Это Донбасс, да? Нет, Донбасс другой стороны. Другой, да, другой. А я к центру. Понятно. Или ближе. Мы никогда не считали, что Украина отдельное государство. Мы всегда были... Честно. Мы одни люди, никогда у нас не было разделения. У нас у многих жены из Украины. Фамилия на он оканчивается. Антоненко. Вот у меня Володя вот ходит, он Пащенко. У вас приезжал человек из Украины. Мы видим много чего. А, Никита, вот, Никита. Ну. Я с ним разговаривал в этом... Вот я завтра вот в эту ночь к утру выставлю с Никитой. Посмотришь, он как там на гитаре учится играть, людей собирает и посмотришь наш разговор. Товарищам покажешь. Скажу, вот мы говорили по-хорошему все. Но если ничего нет, будем расставаться. Все. Все. Всего хорошего. Хорошего, Данил. Береги себя. Я тоже буду. Приятно, когда от юности человек верит. Никогда никому в дом не заходи. Запомни это. Где курят или пьют, даже близко не подходи. Быстренько убегай оттуда. Развратиться легко человеку. Верующий человек вот у нас в этом, я вам рассказываю, Елена. Вот, вот я вот недавно снижение снижения, ваше медленный дом придет. И, честно говоря, ни одной дисциплины верующего человека я не заметил. А кто это? А кто это? А она кто это такой? Да, мамина подруга. Она верующий человек. Я просто даже не заметил дисциплину. Ну, как вы думаете, дисциплина, дарина пить какая-то? Не какая-то, она 100%. 100%? Да. Но она пошла ко мне к нам гостям. Мама моя сидит и они выпивают венок. Ну, они должны смотреть, чтобы были в платках, вместе молились, а ходили в храм. Сейчас пост идет, пост соблюдать надо. Куда крашены, венеты еще крашены, и все. Ну, это никакая не вера, это обман. Ну, я же вам не говорю, что это как-то... Ну, все, Данила, прощаемся. Прощаемся. С Богом, давай, выпущай.